Ректор Ильшат Гафуров и ректор Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан Тимур Ядгаров подписали соглашение о сотрудничестве. Все, что связано с банковским делом, с экономикой, с IT-технологиями, как мы с вами, Тимур Домирыч, и обговаривали, когда были у вас, хотели бы рассмотреть возможности сотрудничества, не открывая никаких филиалов. Ректор Ильшат Гафуров провел рабочую встречу с представителями Еврейско-национальной общины Республики Татарстан в Казанском университете. Молодежь будет знакомиться не обязательно с религиозными, а просто с ценностями, которые несет наш народ. Труба горения Казанского федерального университета теперь в списке уникальных научных установок России. Эта установка у нас активно используется в различных проектах с нефтенными компаниями. В первую очередь компаниями Татнефть, компаниями Газпромнефть, а также зарубежными нефтенными компаниями. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Энджи Минибаева. Ректор Ильшат Гафуров принял участие в торжественном приеме от имени президента Республики Татарстан Рустама Миниханова в ознаменовании освящения собора Казанской иконы Божьей Матери. Казанский университет и Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве. О том, как прошла встреча, узнаем в следующем сюжете. В июне 2021 года делегация Казанского университета посетила Банковско-финансовую академию Республики Узбекистан, где обговаривалась реализация совместных программ. В частности, со стороны Казанского университета будут задействованы Институт экономики и управления финансов, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Хотели бы рассмотреть возможности сотрудничества, не открывая никаких филиалов. Поскольку вы такая специализированная образовательная структура, я буду употреблять именно это слово, которое непосредственно работает с главным банком страны. Ну и, наверное, очень много мы могли найти общего. Первоначально разговоры шли о большом количестве программ, но сейчас количество будет уточняться, говорит Наиля Багудинова. В 2021 учебном году реализация будет на уровне бакалаврията и магистратуры. Мы будем работать по программе 3 плюс 1 и 1 плюс 1. Естественно, основным будет наш институт, потому что программы по подготовке банковских служащих, работников банковской сферы, они всегда востребованы и будут востребованы. Сейчас в части магистратуры очень заинтересовала программа финансовая аналитика, в части бакалавриата вот те программы, те профили, связанные с банковской финансовой деятельностью. По словам ректора Банковской финансовой академии Тимура Ядгарова, у учебных заведений с обеих сторон очень большой потенциал для сотрудничества. В первую очередь научно-исследовательская работа, издание совместных публикаций, научные проекты и проекты, полезные для бизнеса. В нашей банковской финансовой академии сегодня очень важное направление – это развитие финансовых технологий. Мы все понимаем, что современное банковское дело и оказание финансовых услуг – это уже далеко не посещение офиса, а это работа с современными приложениями для смартфонов и веб-интерфейсы. Я думаю, что в этом направлении есть очень хороший потенциал сотрудничества в наших учебных заведениях. В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями Еврейско-национальной общины Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. Равин и председатель молодежной еврейской общины при высшей школе экономики Мардыха и Кантор. Главный равин Республики Татарстан Ицхак Горелик. И главный попечитель синагоги Казани Александр Кантор и другие. В ходе встречи обсуждались два основных направления деятельности Центра Иудаики, которые планируют создать на базе Казанского университета. Первое – это неформальное образование, которое сможет выразить все еврейские ценности жизненные. То есть, приходя туда, молодежь будет знакомиться не обязательно с религиозными, а просто с ценностями, которые несет наш народ. Это первое. И второе – наверное, в тестовом режиме хотелось бы попробовать такую программу мини-факультативов. Где-то 20 лекторов, которые приедут, будут приезжать, как сказать, вахтовым методом на несколько недель и разбирать самые интересные темы. Еврейская община страны готова принять активное участие в создании данного центра. Напомним, что в июне в рамках рабочего визита в Москву ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встречался с главным раввином Российской Федерации Берлом Лазером, где обсуждался вопрос создания Центра Иудаики на базе Казанского университета. Елизавета Никитина, Ленардо Влитьяров, Универньюс. Два проекта Казанского федерального университета стали победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Они вошли в список шести проектов Татарстана, направленных на разные сферы поддержки и реализации добровольчества. По итогам конкурса Татарстан третий год подряд становится победителем конкурса. Проекты будут реализованы в 2022 году. Трубу горения Казанского федерального университета включили в перечень уникальных научных установок России. В чем особенность установки казанских ученых, выяснял наш корреспондент. В России существует список уникальных исследовательских установок. От Татарстана впервые в этот список попала установка труба горения. Это комплексная серьезная установка, которая позволяет тестировать различные методы увеличения нефть отдачи на условиях, которые очень близки к тому, что происходит под землей. Установка применяется для тестирования методов увеличения нефть отдачи. В первую очередь тепловых методов, которые сегодня активно разрабатываются и тестируются для добычи тяжелых нестей, битумов и других трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Эта установка у нас активно используется в различных проектах с нефтяными компаниями. В первую очередь компаниями Татнефть, компаниями Газпромнефть, а также зарубежными нефтяными компаниями. На сегодняшний день среди нефтяных компаний складывается общий тренд. Необходим подбор и разработка нетрадиционных источников запасов углеводородов, трудноизвлекаемых запасов. Соответственно, необходим подбирать оптимальные технологии и агенты закачки для максимального нефтеизвлечения. При этом оценивается не только сам коэффициент нефтеизвлечения, но также и факторы, сопутствующие процессу нефтевытеснения. Алгоритм приблизительно выглядит следующим образом. На начальном этапе происходит скрининг агентов, то есть подбирается оптимальный, исходя из структуры нефтесостава воды, коллектора, пластового давления и температуры, подбираются определенные агенты закачки. А дальше на завершающем этапе происходит физическое моделирование, которое уже показывает совокупность факторов, материальный баланс нефтеизвлечения. Соответственно, данная уникальная научная установка направлена на решение комплекса данных задач. Среди наиболее распространенных методов увеличения нефтеотдачи являются тепловые, химические и газовые методы. Данная установка уникальна тем, что она позволяет моделировать каждый из этих методов, а также подбирать гибридные методы увеличения нефтеотдачи. Образцы флюидов – это газ, соответственно, нефть, вода, керновый материал. Для того, чтобы проводить эти исследования, они доставляются с месторождения заказчика в нашу исследовательскую лабораторию. Дальше происходит анализ, соответственно, состава нефти, состава воды, фильтрационные им костные свойства, минералогический состав породы. И после этого уже происходит сборка, сборка происходит здесь. Керновая модель, моделирующая паровые пространства, собирается в данном кернодержателе. Таких кернодержателей у КФУ достаточное количество. Они различны по длине и по геометрии. Так они обычно выглядят. То есть это труба. Труба, она рентгенопрозрачная, чтобы мы могли видеть изменения в ходе воздействия порового пространства. Это и макропористость, и трещиноватость коллектора, соответственно. И также здесь имеются штуцера для размещения термопар. После сборки данная модель размещается уже в большой трубе, в которой создается обжимное давление. Затем, после создания термобарических условий, ученые могут приступать к исследованиям. На данный момент на ней исследуются различные процессы. Проводится физическое моделирование по закачке химических агентов, газовых агентов, паротепловых обработок, внутрипластового горения. Соответственно, в ближайшее время мы планируем также модернизировать. Отметим, что данная установка полностью собрана в стенах Казанского федерального университета сотрудниками ВУЗа и является полностью отечественной разработкой. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok